Поехали! Так, сегодня у нас 11 февраля. Вчера я выбрался поснимать с Володарского моста. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу моего арта. Я не все фотографии выложил в ролик, но во фликере вы можете посмотреть, что я из этих фотографий сделал. Ну, соответственно, можете следить за тем, как на это реагируют люди. Значит, сегодня я хотел небольшой теоретический урок, так что, если кто-то хочет практику, можете пропускать. А те, кто хочет увидеть и услышать мои секреты, которые я применяю при фотосъемке, причем в разных жанрах, и в стрите, и в путешествиях, landscape, ну, любые виды съемки, вкратце я обозначил это как принцип и опыт. Я разбил это в данный момент на три части. Спасибо, друзья. Значит, время съемки. Вы определяете время съемки, и многие стараются выбрать время съемки, да? Все очень просто. 24 на 7, 365. Вот такой принцип съемки. Значит, но к этому вы не сможете сразу прийти. Я тоже к этому не сразу пришел, поскольку брал фотоаппарат, когда собирался куда-то идти и собирался что-то снимать. Ну и, соответственно, многие по такому принципу занимаются фотографией. Поехали в отпуск, взяли камеру, взяли фотоаппарат, телефон, еще что-то. Пошли на какой-то концерт, пошли на встречу с друзьями. Ну и, соответственно, в остальное время они не пользуются фотоаппаратом и, соответственно, считают, что это обычная жизнь. Ну, вам потребуется изменить это, да? Я это написал как выработать как дыхание. То есть, если вы выработаете эту привычку, это даже не как привычка, это как автоматически управляемый процесс, можно сказать, то будете брать камеру везде. В этом нет никакой сложности. Если вы поначалу будете стесняться брать фотоаппарат, берите с собой телефон. Внимательно, телефон, как говорится. Значит, дальше. Место съемки. Место съемки – это то место, где вы ощущаете процессы и кайфуете от этого вместе с другими. Ну, вот так я определил место съемки. Напишите, что вы по этому поводу думаете и как вы вообще выбираете место съемки. Понятно, что можно смотреть карты, изучать места незнакомые, куда вы едете. Это необходимо, крайне необходимо, но со временем вы поймете, что этот процесс на самом деле, скажем так, не главный и он не стоит того, чтобы тратить на это время. Если вы вернетесь наверх, вспомните время съемки, соответственно, всегда. Поэтому место съемки, как таковой процесс, я заметил себе, не имеет значения совсем. Так же, как и время съемки. Его не существует вовсе. Это иллюзия, как и сама фотография. Ну, можно так сказать. Запутал, но не хотел запутывать. Ну, третий контекст обстоятельства или процессы. Можно назвать, собственно говоря, это само фотография, явление фотографии. Здесь очень много можно про этому поводу говорить, рассуждать, но я это отметил просто как самое загадочное. То есть, это то, что составляет суть этого бытия. И, собственно говоря, те процессы, которые происходят в этот момент, в эти обстоятельства, диктуемые этим контекстом, возникающие, разворачивающиеся. То есть, они... Для нас полная загадка, как это происходит. Я эти феномены исследую всю жизнь и пытаюсь их как-то запечатлеть. Поэтому... Это вечный поиск, это вечный эксперимент, как говорит Ланштейн. Поэтому напишите, что вы по этому поводу. Думайте, как у вас приходят эти обстоятельства, процессы и контекст. Дальше. Значит, следующее, к чему мы перейдем, это что нужно взять и что нужно оставить, когда вы занимаетесь фотографией. Ну, все вы понимаете, что здесь слишком много вариантов, да? Какую камеру брать, что брать, что не брать, из оборудования, какие сумки. Ну, об этом я в своих видео рассказываю, да? Но я все-таки хотел сделать некие акценты в сегодняшнем видео, да? Чтобы вы, может быть, что-то для себя новое увидели. Первое, на что бы я обратил внимание, это, что вы должны взять обязательно, это желание снимать. Не одежду, конечно, но желание фотографировать. Если вы чувствуете, что никакого желания у вас фотографировать нет по какой-либо причине, в связи с какими-то обстоятельствами или состоянием здоровья или еще чего-то, все, ничего не получится. Как говорится, ничего не выйдет. Дальше. Это желание эксперимента. Они идут в честной связи с первым пунктом желания снимать. Потому что, если у вас нет желания снимать, то о каком эксперименте может быть речь? Что я вкладываю в понятие эксперимента? Иванович говорит так. Эксперимент, собственно говоря, это сам процесс, отличный от какой-то обыденной системы, да? И не вкладывающийся в стандартные какие-то рамки. То есть это касается и ракурсов, и касается и экспозиционных параметров. Это касается вообще вашего поведения на ландшафте, на объекте и желания что-то увидеть. Ну, это тоже загадка. Но эксперимент он таков. Дальше. Третье, что вы должны с собой взять, это готовность к приключениям. Ну, это отличается от эксперимента. Все-таки приключения – это немножко другое. И изначально люди, которые… Я был во многих ситуациях, когда со мной были фотографы с множеством оборудования. Я приложу, конечно, фотографии, чтобы увидели. Ну, история следующая. Ну, в Крыму, например, в каньоне я спускался. У меня была вот эта с собой камера. Вот такая маленькая. И все, больше ничего. Поднявшись наверх полтора километра, вниз еще больше. Ну, и через какое-то время, после двухкилометрового перехода, фотограф, который брал с собой кучу оборудования, дальше уже на водопады не мог лезть, у него не было сил. Соответственно, вместо него снимал я вот на эту камеру. Такое вот. Другие способы, объясняющие приключения, готовность. Ну, есть места, где места силы, да, я об них говорю и фотографии привожу в этих мест, где обычно люди даже туда не идут или кто-то походит их стороной, но готовность к приключениям всегда должна быть у вас. Ну, не то должна, она должна у вас вырасти. Если она у вас есть, то вы сделаете кадры, которые другим недоступны просто. Поэтому какие-то технические параметры… Я отошел в сторону, но, скажется, скажу, что очень многие фотографы, увлечены, скажем так, такой манией, да, которую некоторые даже задывают, что они владельцы техники, а не фотографы. Таких множество, потому что они считают, что, получив какое-то серьезное оборудование, не имея опыта и не имея желания как бы приобретать этот опыт, они смогут перейти на следующую ступень, когда они могут снимать. Не получается это так. Об этом многие говорят, говорят абсолютно верно. Если у вас не получилось снимать камеры за 10 долларов, то за 10 и за 20 тысяч долларов вы не сможете ничего сделать. То есть будет такая же ерунда, как и снятая первой камерой, да, но в результате она будет, может быть, действительно более качественной с точки зрения технической, да, но с точки зрения фотографии абсолютно нулевой. А приключения как раз позволяют вам какие-то спуститься и увидеть какие-то новые вещи, которые вы в жизни еще не делали и, может быть, вполне вероятно, что это ваше. Ну дальше, четвертый пункт, что нужно взять с собой – это готовность к новому и неожиданному опыту. Это все-таки не связано с приключениями, а именно к неожиданному опыту. Как положительному, так и отрицательному. Многие отрицают плохой опыт, например, у меня такой опыт был. Приезжаешь там куда-то, и все, кадр вышел, хоп, а у тебя батарейки сели все, и все. И тебя как бы вложат, вот, как я буду, у меня камеры нет, все это. Вот, достаете и снимаете. Я вас уверяю, все получится. Значит, второй вариант. Что-то вы с собой не взяли, да, очень ценное, штатив. Ну ничего не получается, вы видите, что освещение слабое. Снимайте на высоком изо. Снимайте. Если знаете, что плохо будет, я снимал CCD-камеры, которые на высоких изо, там просто катастрофа была абсолютная. Что делаем? Берем технику ремня, натягиваем камеру, прислоняем к дереву, к камню, ставим. Да, ракурс будет не тот, может быть. Вы получите кадр все равно. То есть, информация, которую вы хотите передать, она передастся зрителю. То есть, какие-то ошибки экспозиционные, шумы. Не обращайте на это вообще никакого внимания. Готовность к новому и неожиданному опыту. Все великие фотографии, там, картепли сона, да, других ханри, масса людей, которые снимали. Видно, что это фотографии не самого высокого качества, но по эмоциональному состоянию, по именно идее, которые они передают, они просто на вершине. Ну и пятое, что нужно взять с собой? Взять с собой камеру. Если камеры с собой не взяли, то, скорее всего, ничего не выйдет. Так, теперь я хочу, значит, рассказать о том, что нужно еще оставить. Поскольку я говорил о том, что будет два пункта, да, что нужно взять с собой и что оставить. Значит, что нужно оставить обязательно. Это хорошо, хороший знак, кстати. Первое, что нужно оставить, это попытки взять фотографии, просто снимая все подряд. Вы наверняка встречали таких людей, которые, ну, отличались как раз тем, что пытались успеть все, как говорится, уже зная о том, что они будут в месте, где действительно что-то интересное. И где изначально видели фотографии много качественные, да, места красивые, там, живописные, еще что-то там. Или события, которые происходят очень редко. Ну, снимают все подряд, а потом дальше считают, что вот из этой кучи мусора, который они снимали, можно что-то забрать потом. Я грешен тоже этим занимался и, скажем так, потом, когда уже просматривал фотографии, понял, что все, что было отснято, это все абсолютно не имеет никакой ценности. Потому что никакого момента, никакой композиции, то есть ничего, что нужно было сделать, да, простые вещи, о которых я рассказывал. Простые композиционные какие-то приемы, да, то есть элементарные знания об экспозиции, элементарные знания вообще, как бы, что снимать и что такое сама фотография. У меня этого именно не было, в полном смысле. Да, получались какие-то интересные моменты. При школе я делал фотографии хорошие, да. Ну, тогда не было цифровой камеры, тогда не было возможности нажать на курок и ждать там, пока там несколько сотен фотографий появятся сразу же. К сожалению, скажем так, недостаток современной вот этой цифровой фотографии заключается в том, что она позволяет вам быть, как бы, репортером. То есть вы можете непрерывно снимать, как видите, да, и снимать подряд, а потом выбирать. Это очень имеет темную сторону, другую сторону в том, что вы разрушаете свое творческое начало, вы перестаете думать совершенно, то есть вы переносите все на технику. А фотография – это не техника, это я точно могу сказать. Один Великий говорил, что вы не фотографируете, вы создаете. Дальше, что еще нужно оставить? Второй пункт я выделил – это смотреть, как снимают другие. Крайне вредная привычка, и несмотря на то, что многие возразят, что учитесь у мастеров, набирайтесь опыта, смотрите, как они снимают, сделайте то же самое, у вас все получится. Для Ютуба, наверное, скорее всего это годится, для каких-то других отраслей знания тоже, скорее всего, да. Перенять опыт у мастера – это, конечно, дорогого стоит. Но настоящий мастер, он, конечно, отличит сразу какой-то творческий позыв от простого копирования. А смотреть, как снимают другие – это копирование. Фотография – это крайне печальный опыт, который, к сожалению, прирастает в привычку. И поэтому, видя, как снимают люди размытые… Особенно вот я хочу привести пример с размытой водой. Честно говоря, открывая фликер, иногда просто ужасаешься. Как людям это не надоело снимать? И, соответственно, лет десять назад, когда, может быть, это было модно, но сейчас это вообще никакой реакции у людей не вызывает абсолютно. То есть, если нет какой-то идеи, если нет какой-то действительно такой взрывной идеи, это смотрится как очень дешево. Поэтому, одеть HD-фильтр или там выставить 20 секунд или там снять воду – ну, это лично мое мнение. Может быть, вы скажете – нет. Я знаю людей, вот, например, есть у меня в фликере один подписчик, да, у него там 35 тысяч подписчиков. Он снимает каждый день по несколько кадров и видео. Снимает только воду. Но не просто в воду движемся. Он как раз ищет моменты, как бы превращает ее в кристалл. То есть, он замораживает ее на коротких выдержках и снимает в таких необычных ракурсах. Каждый день, изо дня в день он это делает. Как хороший учитель боевых искусств, да. То есть, он 10 тысяч раз, 20, 30, 40 тысяч раз делает одно и то же. И иногда он ловит нечто совершенно за гранью возможностей и техники. И я не понимаю, как это происходит. Это совершенно фантастически. Вы можете зайти, я ссылку оставлю, посмотрите, что он делает. Интересный человек. Зовут его Эрик. Раньше, кстати, он на страницу вообще не называл имени. У него там восклицательные знаки сплошные были. Но теперь изо вырос. Третье, что нужно оставить. Это оставить попытки быть с камерой там, где есть другие фотографы. Ну вот здесь, я думаю, что полемика может развернуться. А как же быть там в спортивных соревнованиях, еще что-то. Да. Но дело в том, что на спортивных соревнованиях всегда есть выбор. Занять место там, где вы хотите. Я был на таких соревнованиях. Ну вот из такого запоминающихся у меня была возможность побывать на конкурсе «Конкуру» в Санкт-Петербурге, в «Вентоклубе». И вот там с пяти утра мы были до самого вечера практически. И я с этой «Сигмой», которая все говорят, что она не может быстро снимать. Она самая медленная в мире. Когда это было там 13 или 14 лет. И я там с ужасом думал, как же я буду снимать лошади, которые скачут на большой скорости с всадниками. Я специально прикреплю пару фотографий. Вы увидите, что получилось из тех несколько, десятков фотографий, которые я сделал. В том числе и в таком режиме, когда быстро снимаешь несколько кадров. Оставьте эту затею. Значит, почему? Потому что там, где другие фотографы, энергетическая вот эта, я не знаю, как сказать, энергетика такова, что там уже все такое дрожащее, трепещущее. И, соответственно, все ожидающие кадры какие-то. Или наоборот, все там сонные ходят, там ищут какой-то один кадр, все друг на друга смотрят. Или там друг перед другом выпендриваются, как у них там штатив стоит у других, там третьих. На самом деле это, конечно, нечто подобное цирку. То есть, самое интересное, что вне зависимости от опыта фотографа, от уровня его, да. Я был на местах, где фотограф, ну видно, что известный фотограф. Но все равно это превращается в цирк абсолютно. Причем сами фотографы ржут. И, соответственно, уже потом все это превращается в какое-то другое мероприятие, но не фотографию точно. Поэтому... И вот там, кстати, на этом мероприятии может создаться очень необычный кадр и совершенно за гранью, который сделает кто-нибудь вот на айфон или на что-то подобное. Поэтому... Ну, если цель такова, конечно, да. Идите там, где фотографов много, посещайте мероприятия и, соответственно, общайтесь об этом. Ну, это, честно говоря, внимание абсолютно. Потому что я все-таки ищу какие-то места, где влияние других фотографов минимальное. Абсолютное zero. Дальше. Четвертый пункт. Что нужно оставить, когда вы идете на объект? Постоянно искать и пробовать настройки камеры. То есть, вы снимаете, потом включаете камеру и говорите, нет, у меня ничего не получается, давай-ка мы там и запоставим там 100. Все сказали, что нужно на 100 снимать, соответственно, нет, давайте перейдем в режим приоритета выдержки и будем снимать в этом режиме. Ну, горький опыт подсказывает, что как только вы начинаете менять настройки, вы потом забываете, всплывает хороший кадр, вы забываете, что у вас включена отсрочная съемка на 10 секунд, нажимаете кнопочку и видите, что камера ваша задумалась на 10 секунд. После этого эту камеру хочется, знаете, что сделать с ней? Как минимум забить что-нибудь ей, гвоздь какой-нибудь. То есть, или наоборот, там выставили, до этого снимали макросъемку, отвлеклись, ушли там, пока мероприятие не началось, поснимали цветочки, потом подходите к объекту, нажимаете, все. Об этом я позже, но постоянно искать настройки камеры – это дурная привычка. Значит, что из этого дальше произойдет, я расскажу через некоторое время. Пятый пункт – это брать много оптики. Спорный вопрос для многих, для профессиональных фотографов особенно, но даже сами разработчики оптики и фотографы, увлеченные, говорят о все равно минимальном наборе. То есть, там три, как говорит президент компании Sony. Ой, Sigma, которые спросили, какая самая любимая оптическая система, какая самая любимая объектива. Он сказал, что не один, три. То же самое я могу сказать, что какие самые любимые там объективы. Ну, в моем случае это просто несколько камер. То есть, поскольку я пока не увидел сменную камеру Favion, и сейчас в комментариях мне написали, что опять пошла информация, что Favion полнокадровая со сменной оптикой не будет в этом году представлен. Ну, подождем. Так вот, могу сказать, что в моем варианте это 75-85 миллиметров любимый объектив. Поэтому, если мне нужен какой-то широкий угол, я могу это заменить другой камерой или такой, еще какой-то. Ну, вот тот инструментарий, который я… В чем минус брать много оптики? Первое – это большое количество оборудования, которое вы берете с собой. Если вы знаете, что объект достаточно экстремальный с точки зрения перехода, или вы понимаете, что какие-то вещи вам придется оставить необходимые, возьмите один объектив. Ничего страшного, если у вас не будет возможности, подойдете ближе к объекту. Если вы точно знаете, что к объекту не удастся подойти, если вам требуется какой-то длинный объектив, берите тогда два объектива, берите три. Но брать много оптики все равно это не манер. Ну, и шестой – я выбрал искать кадры дня. Ну, это, в принципе, примерно то же самое, что первый пункт – попытки взять фотографии, просто снимая все подряд. Но искать кадры дня – это немножко другое. Есть, я видел много одержимых людей, которые энергии много, оборудования у них с собой хватает, или они считают, что хватает. И вот они лезут в всякие дыры, какие-то пропасти, овраги, заходят в море, ищут какие-то кадры дня. В чем их, скажем так, заблуждение, я бы так сказал? Заблуждение как раз касается того, если вы смотрели мое видео, вы знаете, что я рассказывал об этом неоднократно, что кадры дня на самом деле находят вас сами, если вы к нему готовы. Если вы их пытаетесь искать, вы их не найдете. Вот такой принцип природы, закон подлости, как угодно называете, но так оно и есть. Кадры дня найти невозможно. Это мое глубокое убеждение, поскольку кадры дня появляются в тот момент, когда ученик уже готов. Вот тогда учитель показывает свое лицо. Если я не утомил, значит, мы продолжим. Так я плавно перехожу уже к технической части, собственно говоря, настройки камеры. Потому что это является частью как раз того, что нам нужно сделать с камерой для того, чтобы получить вот эти заветные кадры дня. Ну, я написал первое. Это выходя из дома, оценить освещение и выставить ISO, исходя из экспозиции, которая в данный момент получит результат хороший. Почему именно начать с ISO? Множество фотографов говорит как раз о том, что ISO сами в автомат. Камеры не шумят. Снимают там от шести, как сигма самая новая, или от шестнадцати, как обычный фотоаппарат. До шесть тысяч четыреста, или двенадцати тысяч восемьсот. И вообще никаких проблем. И за само ставится все. Ну, они лукавят, вы понимаете. Потому что никаких таких физических объяснений электрическим сигналам, которые требуют увеличения мощности и напряжения, не объяснить. Шумы все равно вывалятся, поэтому вы, зная камеру, зная ваш инструмент, вы можете поставить именно то оптимальное, которое позволит вам сделать. Вот я вчера выходил на мост, солнце менялось. То выходило из-за тучи, то там что-то проблескивало, то вообще было темно, я под мост зашел. Кстати, вот посмотрите фотографии, которые получились. Там вообще темно. Там на пятисот у меня показало четверть секунды. Я снял это с рук, с ремня, как бы, ну, видно, немножко размыв. Но, тем не менее, если бы я поставил тысячу, я бы получил много шумов. Соответственно, что-то бы не увидел. С другой стороны, они были более резкие. Выйдя на мост, поснимая лед, я снимал на пятисотый. Я получил уже короткие выдержки, примерно тысяч. Потом понял, что можно уменьшить. Ну, на ходу уменьшил, там, поснимал на двухстах. На сотни не хватало. Поскольку лед двигался, мне хотелось получить еще движущийся снег. В одном варианте я бы хотел звездочки получить. Такие, как в арт-эффекте. Посмотрите, что из этого вышло в конце видео. И в другом варианте я просто хотел показать, что снег идет. Поэтому, исходя из этого, я уже двигался. Дальше. Кстати, вот все, что я рассказал, имеет отношение непосредственно к пункту 2. Поставить режим приоритета диафрагмы. Бурные споры до сих пор идут. И многие профессиональные фотографы говорят. Я профессионал. Я только в мануале снимаю вообще. То есть, полностью выдержку сам. Диафрагму сам. И за все сам. Все у меня в голове все помещается. Я там в любом объекте прихожу и все снимаю. Это имеет отношение только к тем людям, которые пришли на объект, снимают при стабильном освещении или в студии. То есть, я четко знаю, что вот такая выдержка, такая диафрагма, такая и все. Но в меняющихся погодных условиях вам любой человек, который снимает ландшафты, стрит, скажет, это невозможно. Почему AV режим? Почему не выдержки? Объясню. Если вы снимаете спортивные состязания, и вы знаете, что скорость затвора должна быть одна-двухтысячная секунда, очень поперечно двигается объект, и вы по-другому это не снимете. Да. Но готовьтесь к тому, что если вы контролируете выдержку, диафрагму вы никаким образом не можете контролировать. Если только не зафиксировали. Тогда мы говорим о уже ручном режиме. Но третье, вам придется контролировать еще и изо, шумы. В результате, поскольку быстро меняющаяся ситуация, у вас не получается ни то, ни другое, ни третье. Вам приходится все равно жертвовать чем-то. Вы должны зафиксировать какой-то параметр, который архиважен. Снимаете капли воды, не знаю, в микросекунду. Вы концентрируетесь на выдержке. Снимаете длинные закаты со смытой водой. Ставите там 25 секунд, и уже диафрагма там ползет как кому-нибудь. Ну, это грубо говоря. Но на самом деле, AV-режим позволяет что делать? Контролировать глубину. То есть, отделять объекты. Я об этом записывал видео. И вы увидите, что отделить объект, где нужно выделить объект. Можно только таким способом. Только диафрагмой. И все попытки людей приобрести дорогие объективы с характеристиками диафрагмы. Там 1,2, там 0,95, как кубрика, там 1,4, 1,4, 1,3,5. Как раз заключается в том, что это светосильный объектив позволяет уменьшить грипп. То есть, уменьшить глубину резкости. Утомил. Дальше. Значит, в нашем случае это имеет значение. Если первый принцип выбора ISO имеет экспозицию, умные параметры, чтобы получить качественный кадр с точки зрения экспозиции. То второй AV-режим позволяет убить три зайца сразу же. Это время. Время съемки. Быстрота. Скорость, при которой вы можете это делать. Быстро достать и сразу нажать. Третья экспозиция. То есть, все вот эти три параметра. Выдержка. Скорость. Экспозиция. Время. Работы ваши с объектом. Они позволяют ускорить процесс. Третий принцип. Следить за дополнительными режимами. Мануальный фокус. Макро режим. Режимы серийной отсроченной съемки. Я об этом говорил в предыдущем пункте. Но здесь я его выделил отдельно. Почему? Потому что это очень важно. Вы приходите действительно и обнаруживаете, что в момент нажатия спуска у вас какой-то режим, который вы не заранее поставили. Обращайте на это внимание очень вдумчиво. И когда уже понимаете. Лучше проверьте. Еще раз откройте. Посмотрите настройки камеры. Были случаи, когда у меня был ограничен фокус. Принудительно. Я снимал какие-то объекты. Мне нужно было четко ограничить фокус от бесконечности до 10 метров. После этого я этот режим не убрал. Соответственно, когда я нажал съемку, камера сделала. Все. Или наоборот, когда быстро нужно было нажать, включен был мануальный фокус полностью. Я с этим постоянно сталкиваюсь и поэтому так краем глазом всегда смотрю, чтобы мануал не был включен. Конечно, преимущество камер, где есть колесо, где все это отдельными колесами, кнопками выключается. Это преимущество. Это в зеркальных камерах, во многих это сделано. Но на это обращайте внимание. Четвертый пункт. Установить самый быстрый режим фокусировки и замеры экспозиции. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Когда вы свою камеру изучили, вы знаете, в каком режиме, какой размер окна фокусировки, сколько точек выбрать, какой режим замера экспозиции. Точечный, приоритетный, средневзвешенный. Вы сами выбираете, какой он нужен. Я снимаю всегда в точку. В последнее время я точку увеличиваю. В некоторых моментах, когда мне нужны очень мелкие детали, я точку уменьшаю. Это вот в моей камере. Шестой. А, пятый. Одеть в бленду. В бленду одеть камеру. Ну, я могу сказать так. Я ее вообще не снимаю. Хотя она у меня вот так переворачивается. Но опыт даже падения в машине, опыт падения на природе позволил... Бленда хорошая. Камера не повреждается, когда одета бленда. Бленда может повредиться, но камеры ничего не будут. Поэтому... Бленда не защита только от боковых засветок, от солнца. В советские времена ее назвали противоросником. От слова против росы. Ну, я ее не снимаю и, соответственно, она не думает, чтобы выглядело было серьезно. Но это именно технические требования к тому, чтобы получить качественные кадры. Чтобы не было засветок. Шестой. Батарей. Их много не бывает. Ну, и здесь пишут там про мою камеру многие. Ой, прожорливый фавион. Там две-три батарейки мало. Если нужно было, я десять возьму, дорогие мои. Если вам не хватает чего-то, возьмите аккумуляторы. Я с собой таскал солнечную зарядку, когда мне нужно было снимать айфоном, айпадом в Греции. Я с собой носил пауэрбанки, когда мне нужно было это в каких-то студийных вещах. Сейчас могу сказать, что стоимость батареи – это все равно не стоимость камеры. И если вы идете куда-то надолго, вам все равно нужно брать несколько батарей. Если вы рассчитываете, чтобы камера снимала от одной батарейки. Ну, есть у меня такая камера, которая там две тысячи фотографий или вот это сделала на батарейке. Но это было давно. Сейчас процессор разрешения все позволяет, скажем так, очень много потреблять нужно. Дальше идем. Крепкий ремень или штатив, если задача позволяет его взять с собой. Ну, я записывал видео про съемки. Если хотите, могу повторить. Приемы с натяжением ремня, приемы упоров рук. Ну, штатив, соответственно, легкий штатив, маленький, который можно взять с собой. Я использовал, кстати, для Sigma и для айфона. Такая штука. Ну, если считаете, что... Вот эти батарейки. Если считаете, что штатив вам не нужен, если вы справитесь, ну, молодец. Я могу так сказать, был молодец, я вас поздравляю. Соответственно, настанет момент, когда вы захотите снимать на одной шестнадцатой, или на одной двадцать второй, или на одной тридцать второй, если есть такая диафрагма у вас. И вы поймете, что без штатива с ремнем одним не обойтись. Восьмое. Камеру носят в сумке быстрого доступа. Одна из таких сумок вот перед вами, которая позволяет быстро достать ее и снимать. Здесь могу привести такую историю. Часто бывает, что люди носят в рюкзаках, идут на какой-то ландшафт или еще куда-то, и потом возникает нечто совершенно неожиданное для всех. Все там судорожно пытаются открыть свои рюкзаки. Ну, побеждает тот, у кого камера висит на шее. Один вариант. Или кто быстро дошел и снял телефоном. Ну, здесь особо нечего комментировать. Быстрые сумки, как раз я о них часто говорю, быстрого доступа, быстрые рюкзаки. Скоро, кстати, будет обзор. Придет такой, кстати, экземпляр, который можно будет сравнить. Пока я не видел обзора отлично. Быстрый режим включения. Видите, все у нас быстрое. Быстрый режим включения в любой камере есть. И в старых камерах, и в новых. Там камера встречается за секунду, там месяц, включается еще быстрее. Поэтому используйте, и я держу всегда камеру в режиме быстрого включения. Десятое. Десятое. Десять. Видите, много уже пунктов набралось. Если кадр редкий, делайте разные замеры и снимайте с разной композицией. Я так это написал, но смысл в том, что если вы видите, что кадр действительно очень редкий, что вы нашли как бы интересное какое-то послание людям, снимаете, да, ну думаете, ну что, я снял, все нормально. По опыту могу сказать, что снимаете с разных точек. Иногда возникает некое чувство, что нужно все-таки продолжить съемку и сделать несколько лишних кадров. Не жалейте, потому что сам момент, если вам такой предоставился, используйте по максимуму. Если у вас есть возможность, там снимайте на разных режимах. Даже в тех режимах, которые бы вы не стали снимать в обычном варианте. Закройте полностью, откройте там, снимите с камня, снимите с ремня, снимите в контровом свете еще как-то. Потом, когда вы придете уже при работе с компьютером, вы увидите какие-то новые аспекты. И скорее всего может быть такой вариант, что основной кадр, который вы считали хорошим, не самый лучший. Примеров массой даже в моей галерее можно увидеть, что какие-то кадры, которые я чувствую, что надо еще как-то что-то снять. Они давали результат гораздо более интересный и совершенно другой послание. Поэтому не жалейте, снимайте с разных точек и в разных названиях. Ну вот мы плавно подошли к тому, чему я думаю, что будет множество видео посвящено. Моих, да, они в принципе и сняты уже. Ну я это обозначил как ожидание предчувствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok